Девчонки, всем приветик! Я рада видеть вас на своём канале, и в сегодняшнем видео я буду собирать вместе с вами прокладки в поездку. Совсем скоро я уезжаю в Украину, скорее всего на всё лето, и буду я ехать больше суток, чтобы вы понимали, то есть больше 24 часов. И, конечно же, в саму поездку мне нужно собрать с собой ежедневки, прокладки, но плюс ко всему у меня как раз-таки месячные заканчиваются на период этой поездки. И я буду пользоваться ежедневками, так как в последние дни и после окончания своих месячных я пользуюсь ежедневками. В свою сумочку я соберу на всякий случай 3 прокладки, ещё несколько ежедневок, и в дорожную сумку я положу косметичку небольшую, а в эту косметичку мы с вами соберём плюс ко всему сегодня, наверное, штучек 7-8 прокладок, несколько тампонов и также ежедневки. В общем, надеюсь, вам это видео понравится и будет интересным. Давайте начнём с моей сумочки, которую я буду держать при себе, а уже в косметичку мы соберём немного позже. Как я и сказала вначале, в сумочку я хочу собрать 3 прокладки и плюс ещё ежедневки. Но ежедневки позже, а прокладки я возьму Натурелла Ультра, одну штучку. В открытом виде они вот такие вот, с мягкой поверхностью. Навряд ли я буду ими пользоваться, но мало ли что может произойти, поэтому всё-таки решила взять ещё и в сумочку прокладки и Олвейс Ультра. Их я возьму уже две штучки. В открытом виде эти прокладки вот такие вот. Я думаю, вы все знаете, как они выглядят. Это такие классические прокладки, везде продаются. Сеточка у них неплохая, но они сами по себе маленькие по размеру, поэтому очень комфортные. Конечно же ежедневки, их я возьму побольше, потому что всё-таки скорее всего я буду использовать чаще ежедневки, нежели прокладки, прокладки на всякий случай для подстраховки. А вот ежедневок нужно взять много. Первый я возьму Codex Active Deo, они в индивидуальных упаковочках. И наверное давайте все ежедневки возьмём, их уже немного осталось. В открытом виде ежедневка вот такая вот. Они мне нравятся, комфортные, клей у них хороший и в принципе они хорошо впитывают. Так что для поездки они отлично подойдут. Также их плюс, то что они именно в индивидуальных упаковочках. Их здесь пять штучек и это шестая ежедневка. Следующие у нас Carefree Plus Original на две с плюсом капельки. Это такие более хорошо впитывающие ежедневки. Их я возьму давайте три штучки. Они уже без индивидуальных упаковочек, поэтому мы будем их складывать вот так вот вдвоем. Клей у них отличный, присутствует приятный аромат. И вот такой вот красивенький дизайн. Самые последние. Олвы с незаметной защитой на три капли. Эти ежедневки удлинённые, так что их я решила, что обязательно возьму. Скорее всего их и буду использовать в течение поездки. Ну конечно же три ежедневки на всю поездку мне не хватит. Их я все уже и заберу. Больше ежедневок таких у меня нет. И в Украине я их просто обязательно должна купить, потому что эти ежедневки нереально классные. Я их просто обожаю, девочки. Обязательно попробуйте. Принесла свою сумку, с которой я собственно и поеду. Это обычная маленькая сумочка через плечо. И сюда я уже поместила прокладки. Вот в такой вот маленький, потайной, если можно так сказать, кармашек внутри сумки сбоку. На замочке и всё отлично поместилось. Кстати, кармашек этот закрывается. Так что всё классно. Не переживайте, прокладки все у меня поместились. Теперь будем собирать прокладки в косметичку. Вот в такую вот маленькую. Я её называю косметичкой. Вообще это сумочка из-под моего рюкзака школьного, который я уже не использую. Первые прокладки я возьму Котекс Эктив на 4 с плюсом капельки. Такие я уже не буду покупать в Украине, потому что не вижу в этом особого смысла. Лучше я куплю обычные какие-то Котекс Нейчерал, нежели вот эти вот Котекс Эктив. Мне Котекс Эктив нравятся меньше, чем обычные классические Котекс, но всё равно они комфортные и прикольные. Но крылышки у меня отклеиваются, девочки. Не знаю, что не так с моими прокладками. Напишите, пожалуйста, в комментариях, отклеиваются ли у вас крылышки у Котекс Эктив. Белла Идеалия Ультра Нормал на 5 с плюсом капелек. Также решила взять одну штучку таких прокладок. Они мне нравятся, прикольные. У них поверхность сеточка. Сеточка очень мягкая и присутствует такой приятный аромат. Некоторые девочки говорят, что это как женские духи. В принципе, я согласна с их мнением. Немного похоже на какие-то женские духи. Приятненькие. Но мне кажется, не всем такой аромат понравится. Но мне он понравился. Берём, как я сказала, одну штучку. И переходим к следующим прокладкам. А следующие я возьму Лебрес Фрэш Протект Ультра Нормал на 4 капельки с мягкой поверхностью. Одну опять же штучку. Всех прокладок я буду брать, наверное, по одной штучке. И вот такие вот они внутри. Мягенькие. Очень комфортные. Клей у них классный. Впитываемость тоже классная. Также, как же не упомянуть их функцию Roll Press Go для дальнейшей утилизации прокладки. То есть на индивидуальной упаковочке есть клейкая вот такая вот часть сбоку. И благодаря ней, собственно, можно использованную прокладку классно утилизировать, быстро и легко. Always Sensitive на 4 капельки. Ультра тонкие прокладки. Мне они вот буквально недавно очень-очень полюбились. Я изменила о них мнение, наверное, в более лучшую сторону. Раньше они мне нравились, но не так сильно. А сейчас прям действительно очень мне понравились. Классные прокладки. На лето они отлично подойдут. Клей у них неплохой. Он не такой хороший, как у Always Ultra. Но и не то чтобы прям плохой. Прокладки у меня не отклеиваются. Что очень даже хорошо. Беру я одну штучку. Kotex Ultra на 4 капельки. Тоже обожаю эти прокладки. Kotex я очень люблю. Они безумно комфортные. Классные и приятные к телу. Вот такие вот эти прокладки внутри. С поверхностью мягкая сеточка. Клей у них также хороший. Предпоследние прокладки. Давайте возьмем Bella for Teens Ultra Relax на 4 с плюсом капельки. Эти прокладки идут с мягкой поверхностью. С ароматом зеленого чая. Но аромат у них, конечно же, уже выветрился. Эти прокладки у меня долгое время находятся. Очень приятные, нежные к телу. Комфортные. Клей у них не то чтобы супер хороший. Но он неплохой. Прокладки могут отклеиться. Поэтому на какие-то важные мероприятия их лучше не использовать. А так для дома на прогулку очень классные. На Турелла Ультра опять же решила взять еще плюс одну прокладку. Только теперь не в сумочку, а в косметичку. Очень их люблю, поэтому все-таки одну штучку возьму. Опять же покажу вам. Прокладки ультра тонкие. Очень комфортные. И на лето они отлично подходят. Собрали мы с вами 7 прокладок. Ну и еще плюс 3 прокладки в сумочке. То есть 10 прокладок всего. И теперь давайте соберем тампоны. Я возьму всего лишь 2 тампона. Тампок с компак регуляр на 2 капельки. Вот такие вот они внутри. В индивидуальных упаковочках. Открывать я не буду. Самые обычные тампоны с аппликатором. Плюс еще в эту косметичку я соберу также ежедневки. Первые вот такие вот на Турелла Комомайл Плюс на 3 капельки. Доиспользую уже оставшиеся. Их уже у меня здесь 4 штучки осталось. Очень классные ежедневки. Классно все впитывают. И 3 штучки вот таких вот Либрес. Натуральная забота каждый день. Эти ежедневки идут примерно на 2 капельки. Вот такие вот внутри. Это мы с вами собрали ежедневки из таких хорошо впитывающих. И последние я решила взять Дискрит на 0 капелек. Эти ежедневки чисто просто на беле. И я взяла 6 штучек таких ежедневок. Очень хорошенькие. Клей у них классный. И также присутствуют ароматы розы. Ну что ж, теперь давайте посмотрим, поместится ли это все вот в такую вот маленькую косметичку. Я почему-то думаю, что поместится, потому что она достаточно вместительная. Так, давайте прокладки быстренько положим. Ну, прокладки поместились, кстати. Тампоны я положу сбоку, вот сюда вот. Ну, а ежедневки мы будем складывать вот так вот вдвоем. И уже как-то поместим. Причем Дискрит очень тоненький, поэтому особо много места они не займут. Итак, девочки, все поместилось. Здесь у меня прокладки. Сбоку хорошо впитывающие ежедневки. Противоположно у меня находятся ежедневки на 0 капелек. Ну и 2 тампона. Косметичка закрывается, все отлично. Вот такое вот у нас с вами видео получилось. Такой вот интересный сбор, как по мне. Мне очень понравилось снимать это видео. Надеюсь, вам понравилось его смотреть. Если это именно так, то не забудьте поставить лайк, подписаться на мой канал. Всех очень сильно люблю и целую. И пока-пока. До встречи в новых видео. Субтитры сделал DimaTorzok